Волонтёров Пушкинского наградили в преддверии Дня Добровольца Московской области. Глава округа Максим Красноцветов и депутат Московской областной думы Михаил Ждан встретились с участниками местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры». Встреча прошла в Пушкинском музыкально-драматическом театре. Уже два года здесь базируется окружной доброцентр. Именно он стал первым не только в нашем городе, но и во всём Подмосковье. Это направление делится, наверное, на две составляющие. Первое, конечно, то, что здесь принимают участие в первую очередь, в основном, конечно, это молодые люди, это молодёжь. И вот формирование, вот это вот чувство патриотизма, чувство ответственности, это, наверное, закладывается в основу формирования здоровой личности. И второе, конечно, это тот функционал, который они выполняют, это помощь, молодёжная поддержка, это участие во многих проектах. Сегодня в работе Пушкинского доброцентра принимают участие 553 человека. Большинство из них сейчас по 16 лет. Но для тех, кто хочет вступить в ряды волонтёров, возрастных ограничений нет. Самому старшему активисту доброцентра сегодня 84 года. Волонтёры культуры постоянно задействованы в организации всевозможных крупных мероприятий. Причём не только местных, но также областных и федеральных. Я всегда ребятам говорю, что у нас самое, наверное, приятное из-за волонтёрств, которые вообще направлены существуют, потому что это событийное волонтёрство. Они, у них есть уникальная возможность увидеть изнутри масштабные крупные мероприятия, пообщаться с артистами, звёздами эстрады, потому что нередко они работают и в кулисах, и в гримерках, и они набираются опыта. И здорово, что ребята изъявили желание поступать на профильные институты, получать образование и связать вообще жизнь в своей сфере культуры. Максим Красноцветов и Михаил Ждан пообщались с юными волонтёрами в формате открытого диалога вне политики. Они ответили на вопросы ребят о своём отношении к службе в армии, рассказали, как выстраивают коммуникации с жителями округа в социальных сетях, какую музыку слушают в свободное время, а также сказали слова на путстве тем, кто решил связать свою жизнь с волонтёрством. Мы пообщались с ребятами на многие-многие темы, касаемые и их личностных взаимоотношений, и их развития, и их участия в общественных мероприятиях, вообще в обществе. И мы обсуждали много вещей. В первую очередь, наверное, мы зачастую сталкиваемся, и нам кажется, что вот оно само собой происходит. Нет, волонтёры не появляются ниоткуда, они организованы. В ближайших планах пушкинских волонтёров культуры открыть в округе два филиала – в Ивантеевке и Красноармейске. Антон Бутовец, Александр Корнеев и Анна Белова. Новости Большого округа.